Объективный критерий для определения, что такое истинное. Все школы, все течения, все представители разных философских школ исходили и отбирались на каранты предания. В этом отношении ни у кого нет преимуществ, а характер интерпретации зависел от многих факторов, и от времени, и от образованности человека, и от историк-культурных традиций и так далее. И вот повторяю, что именно это многообразие слава нужно воспринимать как объективная реальность. Есть и основания говорить, что существует мусульманское общество, но это не значит община, но это не значит, что все в ней совершенно одинаковые, одного цвета, одного возраста, одного языка. Вы можете по-рабски читать и по-своему изложить, и что? Ты считай, пожалуйста. Но пользуясь таким Кораном бессмысленно, ссылаться на него бессмысленно, потому что это ваше личное сугубо мнение. Конечно, вы можете там какие-то традиционные вещи учесть, но все равно это вы через себя пропускаете. Это так же, как, измените суфли, индивидуальный путь прохождения мистического пути, индивидуальный, это осмысление индивидуальное. То же самое чтение Священного Писания. Есть ценности, которые уже со школы вам известны, но при чтении, тем более при попытке это объяснить, вы все равно будете по-своему объяснять это. У нас на Западе такая же этническая и лингвистическая пристрата. В каждой стране Евросоюза живут мусульмане, корни которых лежат в нескольких мусульманских странах мира. А раздробленность еще умножается тем, что у них нет русского, у них нет общего постколониального языка, который связывал бы их всех. Среди мусульман в Западной Европе ни английский, ни французский, ни немецкий могут служить языком общения между всеми мусульманами Англии, Франции, Германии и так далее. Значит, турки в Германии свободно общаются с арабами в Германии на немецком языке, и с турками из Франции или Англии на турецком. Но объединяющего европейского языка для мусульман Евросоюза пока нет. В этом отношении, пожалуй, предпосылки общероссийского исламского дискурса более благоприятнее, чем в западноевропейском исламском дискурсе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.